Всем привет! Приветствую вас на своем канале Но что? Джили потихонечку теряет звание народного автомобиля 12% годовых Максимальный срок кредитования 5 лет Сейчас более подробно вам все расскажу Мобильная засада Мобильная засада впереди Хорошее предложение называется Худспид Показывает где какие камеры И предупреждает о скоростях Но суть не в этом Ну что? Максимальный срок кредитования Теперь на Джили у нас 5 лет Ставка 12% годовых Когда-то была ставка 1,9% годовых Первый льготный период в 3 года Затем ставка рефинансирования плюс 8,5% И тогда, когда было под 1,9% Начали многие писать Что вот, смотрите, китайский неликвид Они готовы его бесплатно отдавать С процентами под 1,9% Лишь бы только народ брал Да, люди начали брать Затем у нас кредит поднялся до 3,9% Все начали брать Люди увидели, что машина хорошая, стоящая Люди увидели, что машина хорошая, стоящая Вроде бы стоит своих денег Плюс такой хороший сладкий кредит Люди начали брать В итоге потом подняли кредит до 3,9% Мы под 1,9% не успели взять Потому что не было нужной нам модели Мы могли взять Под 1,9% могли взять Комплектацию Комфорт в черном цвете Но, во-первых, черный цвет я не хотел Ну и, конечно, комплектация Комфорт Ну, извините Разница была в 1500 долларов Между Комфортом и Люксом Я посчитал, что, конечно, лучше взять Люкс Потому что разница небольшая, а плюшек намного-намного больше Вот, под 3,9% и все Сказали, когда подняли под 3,9% Люди начали писать, что все Машины брать не будут Кредит первые там 3 года поднялся в 2 раза Все, машина затухнет В итоге что? Опять стала машина нехватка Машин не хватало Мы взяли под 3,9% О чем не жалеем Потом, скажем так Процентная ставка поднялась до 7,7% Все Опять же, люди начали писать Что теперь уже жили Но точно брать никто не будет Но не будут брать Ну что? Машины продавались И очень даже неплохо продавались Но сейчас, конечно, вопрос другой Процент теперь 12 12% И срок кредитования уменьшился с 7 лет До 5 лет уменьшился срок кредитования Это значит, что стоимость автомобиля уже делится не на 7 лет Раскидывается Она 5 Она 5, да Соответственно, выплаты в месяц Мало того, что по процентам увеличивается Плюс основной долг Да Увеличивается нагрузка в месяц Да Вот и представьте, что Первые даже вот Если я сейчас плачу Я не помню точно, сколько я взнос делал первоначальный Около 35% Первоначальный взнос я делал И сейчас в белорусских рублях Я в месяц плачу Где-то на данный момент 460 рублей И это под 3,9% То, конечно, интересно Надо будет посчитать Сколько сейчас же Вот люди будут платить Если они будут брать Под 12% годовых И сроком на 5 лет Интересно Стоимость автомобиля увеличилась, да По сравнению с Да И плюс же, да Плюс же еще машины подорожали Машины тоже подорожали Это тоже надо учитывать А более Давайте я вам расскажу Более детально Какие сейчас условия Если у вас Первоначальный взнос Давайте на примере Джилиатлас Первоначальный взнос 0% Ой, да Первоначальный взнос Вы платите 0% То Вот этот кредит Вам предоставляется На первые полтора года Под 12% На следующие Получается 3,5 года Под 13,3% Да Под 13,3% Это получается Что ставка Рефинансирования Плюс 8,5% На данный момент Беларуси Ставка Рефинансирования 7,7% По-моему Если я не ошибаюсь Следующая градация У нас идет Сейчас посмотрю Подсказочку У нас идет Если первоначальный взнос У нас 10% То первые 2 года Опять же Под 12% А остальные 3 года Под 13,35% И следующая градация Если вы вносите 25% Стоимости То 3 года Под 12% А остальные 2 года По 13,3% А для Кулрей Первоначальный Минимальный взнос 25% Нельзя Кулрей Взять С нулевым взносом Только если Вы оплатите 25% И тогда уже Идет соответственно Градация Но как-то так Мне конечно интересно Что вы думаете По этому поводу Будут люди брать Или не будут Получается Что за 2,5 года Процентная ставка Выросла на 530% Да Да За 2,5 года Больше чем На 500% Выросла Процентная ставка Вы представляете Вообще Как бы Почему у нас Зарплаты так не растут Да Конечно Вот кстати Ограничение 80 Ограничение 80 И сейчас Я если буду превышать Вот смотрите Сразу оно сейчас Будет пищать Видите Пищит И показывает Что я превышаю А средний расход У меня сейчас 7,6 Вот еду по трассе Сбросил Сейчас у меня Расход идет средний 7,6 7,8 Это для тех Кто спрашивал Какой же расход На джили Ну зимой конечно С прогревами Расход побольше Ну Видео не про расход А про проценты Конечно интересно В комментариях Напишите Вообще Что вы думаете По поводу этих процентов Сейчас я уже Конечно уверен Что марка На данный момент Я не знаю Какая будет инфляция Что будет с курсом Белорусского рубля Насколько это сейчас Выгодно взять машину Но кажется Что Джили в Беларуси Немножко потерял Название народного автомобиля Цена неплохая Может быть нереально С учетом зарплат Кредит то Выдают под зарплату А если у нас Средняя зарплата 500 долларов Как говорит наш президент То конечно Простой человек С нулевым взносом Не сможет взять Этот автомобиль И доходы За последнее время Не выросли совершенно Совершенно не выросли Поэтому Как то так Пишите комментарии Ваше мнение Ваше мнение Подписывайтесь Затухнет Или нет Продажа Джили Ну мне кажется Брать все равно будут Потому что цена Как бы Машина стоит своих денег Нам машина нравится Но Конечно Если бы не такой кредит Не такой кредит Интересный Возможно Мы по эту машину Не рассматривали Не брали Так что Тут уже Вопрос такой Спорный Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всем Пока Не снимай меня Не накрашивай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok